Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Владимир Путин Он не бизнесмен и судя по всему Вообще к деньгам относится Очень аккуратно Он такой крестный отец российской Мафии, любит Ощущать себя богатым человеком Но по большому счету в богатстве Не нуждается Для него главное понты и понятия Те вещи, которым Он привык с самого детства Ну и вообще юность, 90-е годы То есть все разрулилось по понятиям Чтобы пацанам доставалось по правилам А в случае чего Разрулим все между собой Кого-нибудь припугнем Кого-нибудь демонстративно убьем А кого-нибудь просто подкупим Дальше у них разные интересы Дональд Трамп наивный американец Который считает, что все Можно разрулить по чисто торговым правилам Ты мне, я тебе Посмотри, Владимир Я тебе предлагаю вот это Например, отказ от санкций А ты в свою очередь Сделай что-то для меня Но Владимир Путин Не тот человек Которого можно подкупить Скажем, отменой санкций Во-первых, Владимиру Путину Плевать на санкции Лично он их на себе Не ощущает никак Это, поверьте, Владимиру Путину Очень нравится Потому что он, как диктатор И губитель душ Садист, естественно Любит ощущать Когда народ страдает Скрипит, плачет Это только подогревает Его интерес ко всему процессу Тем более, это человек Который сидит на нефтяной трубе И на газовой трубе Он продает ресурсы Денег у них до хренища Он как раз-таки уверен Что можно купить всех Точно так же, как он купил FIFA Точно так же, как он купил Шрюдера Как он купил венгерских, чешских лидеров Как он покупает сейчас итальянцев Он уверен, что все равно в каждой стране Найдется какой-нибудь гаденыш Которого можно купить за большие деньги И в принципе, он прав Так на самом деле и происходит Так вот, Владимир Путин Человек, который не нуждается в деньгах Уже здесь происходит провал И Трампу будет очень трудно Объяснить ему выгоды Например, с экономической точки зрения Владимир Путин уверен, что он правит миром В чем, кстати, уверен и Дональд Трамп Когда он говорит иногда заносчиво Мы тут правим миром Он вообще очень рад, что его допустили Немножко порулить в великой стране Кстати, иммигрант из Германии В смысле, его родители когда-то приехали из Германии К сожалению, даже из того места, где сейчас живу я О чем местные жители часто говорят, качая головой Черт побери, как это мы умудрились выродить Такого, как Трамп и его папаша Что-то есть в нем такое немецкое Кстати, фамилия его переводится как барабан И правда ли подходит? Барабан это такой инструмент, который издает Мощные глухие звуки, но на самом деле пустой внутри Такая большая погремушка Дональд Трамп тоже не против поправить миром Но он собирается править миром только с экономической Точки зрения Все его шаги так или иначе должны быть экономически Оправданы Для него самое главное Это выгода сделки бабки Ну вот такой он человек, такое у него нутро Итак, здесь столкнулись два интереса Один считает, что все можно поладить миром Как говорит Дональд Трамп То есть предложить хорошую сделку А другой в этих деньгах не нуждается Что бы ему не предложили У него все это есть Какие же у них цели? У Дональда Трампа, как я думаю Есть одна единственная цель Он, знаете ли, повернут на еврейской теме Ну, во-первых, на него имеет большое влияние Его дочка Иванка и зять Джерад Кушнер Об этом я делал множество роликов Как известно, они перенесли свое посольство в Иерусалим Сделав ее таким образом негласной столицей Израиля В общем, Дональд Трамп давит на эту тему Он хочет обезвредить Израиль Отчего и все евреи мира рукоплещут Дональду Трампу Типичный пример, то, что мне постоянно пишут в моем блоге Ссылаясь на Льва Вайнштейна Это такой самый большой поклонник Дональда Трампа В русскоговорящем Ютубе Я уверен, что этот человек просто влюблен в Дональда Трампа Вот знаете, как можно влюбиться в женщину? В данном случае Лев Вайнштейн влюблен в Дональда Трампа Он не видит никаких недостатков У него все в розовом свете Дони – это просто мечта Льва Вайнштейна И что бы он ни делал, Вайнштейн будет его превозносить Но Вайнштейн не один Понимаете, евреи сейчас рукоплещут Дональду Потому что так появился человек Который укрепит позиции Израиля еще больше Итак, я уверен, что на встрече с Путиным Дональд Трамп будет продавливать одну единственную тему Чтобы Путин повлиял на Иран Чтобы Путин как-то сделал так Чтобы Иран ушел из Сирии Чтобы Иран ослабил свою помощь Асаду И чтобы Иран перестал постоянно угрожать Израилю И он думает, что Владимир Путин на самом деле Может повлиять каким-то образом на иранских аятол В то же время Владимир Путин абсолютно ничего не может сделать с иранскими аятолами Плюс у него там база Плюс он хочет сохранить режим Башара Асада Для этого ему нужна помощь Ирана В общем, Владимиру Путину безопасность Израиля до фонаря Ему главное, чтобы Башар Асад там остался И так здесь снова столкнулись два интереса По которым они никак не смогут договориться А с чем же на эту встречу приедет Владимир Путин? Что он привезет в своем кейсе? Скорее всего, конечно же, это будет признание Крыма российским И какая-то история, связанная с Украиной А он уверен, что американцы имеют большое влияние на Петра Порошенко и Украину Будет требовать, чтобы американцы каким-то образом оставили Украину Перестали обращать на нее внимание В общем, чтобы они отдали Владимиру Путину Украину на растерзание Типа того Делай, Володя, там что хочешь А я просто либо буду молчать Либо буду тебя поддерживать В этом случае Дональд Трамп тоже не слишком-то может помочь Владимиру Путину Потому что он, а, никак не может признать Крым российским Даже если в душе ему сильно хочется это сказать Все равно такое признание нарушит все международные законы И никогда американский конгресс с этим не согласится Дональд Трамп уже пытался продавить эту мысль Как бы говоря, лично от себя Конечно же, Крым российский Потому что там разговаривают по-русски Ну, по этой же самой логике Америка английская Потому что в Америке все говорят по-английски Личное мнение Дональда Трампа Никакого значения не имеет Никогда Крым не будет признан Международным сообществом Российским Точка Чего бы русские не хотели И не ставили на карту Что касается того, чтобы вообще не вмешиваться В украинские дела Об этом тоже речи не может быть Потому что каким бы ни был тупым Дональд Трамп, он все равно понимает Что агрессия России может стать угрожающей Если ослабить хватку на шее Владимира Путина В этом конкретно регионе И так, скорее всего, ни по Крыму И ни по Донбассу эти двое договориться тоже не смогут Тогда возникает вопрос А зачем они вообще встречаются Какие еще вопросы они могут обсуждать Так вот, я думаю, что никаких больше вопросов у этих двух фриков друг другу возникнуть не может И ни к чему конкретному они не придут Даже если они подпишут какую-то гипотетическую бумагу И покажут миру, как это любит делать Дони Так сказать, посмотрите, мы тут поладили с русскими На самом деле, по существу, ничего не произойдет Точно так же, как с Ким Чен Ином Была сделана красивая фотосессия Было всем рассказано Посмотрите, я вот умею разговаривать даже с самыми последними плохими мальчиками Но по существу, никакой денуклеализации не происходит Ким Чен Ин как стоял на своем, так и стоит И все эксперты в один голос говорят Что встреча Дональда и Ина ни к чему не привела по факту Точно так же будет с Владимиром Путиным Встретятся, пожмут ручки Улыбнутся на камеру, может быть, даже что-то подпишут Но по факту ничего не изменится Американцы будут продолжать давить на Асада В свою очередь, русские будут продолжать поддерживать Асада Русские будут и дальше иметь двойственную позицию относительно Ирана С одной стороны, они не будут конкретно ломать с ними отношения С другой стороны, будут делать вид, что могут как-то повлиять на Иран Точно так же, американцы будут продолжать продавать оружие Украине Чтобы Украина могла сопротивляться агрессии русских А русские не уйдут из Донбасса А если к власти придет еще Петр Порошенко, так и тем более Конфликт продолжится следующие четыре года В общем, все, в принципе, заинтересованы, чтобы все оставалось как есть сейчас И все-таки, господа, во всей этой встрече победит по счету все равно Владимир Путин Почему? Потому что, встречаясь с Дональдом Трампом, с этого момента он перестает быть всемирным изгоем Президент самой крупной страны пожмет ему руку, прижмет, так сказать, к большой американской груди Российская пропаганда в захлеб начнет сообщать о том, что вот, посмотрите, дескать, нет никакой изоляции Дескать, решает Владимир Путин судьбы мира вместе с самым крутым президентом на земле номер два То есть с Дональдом Трампом Ну а Дональд Трамп останется в своем амплуа От него ждут доказательств, что он на самом деле не агент Кремля Шуму будет много, грохоту на весь мир, а по большому счету внутри ничего, пустышка